Всем привет! Сегодня у нас новости Турции, наконец-то, мне кажется, первые в этом году, да, первый наш с вами выпуск, наша встреча, так что всех с наступившим 21-м годом! Надеюсь, ваши ожидания, которые были перед Новым годом, оправдались, и этот год просто замечательный, сулит просто счастье, все будет классный. В общем, я вам этого желаю. А теперь идем к новостям, новости у нас, слава богу, есть. У нас тут недавно, да, еще пару дней назад было выступление президента онлайн, знаете, да, из которых я вам, собственно, новости, да, и рассказываю. По короне, по карантинам, по ситуации в стране и всему-всему прочему. Эта пресс-конференция дается либо президентам, либо министрам здравоохранения. Но, как всегда, в турецком менталитете конкретного ничего не было сказано. Информация такая, и тоже чувствуется, к нам идет ветер перемен. Если дословно переводить, что сказал президент, сказал, в ближайшем будущем у нас будут перемены, послабления режима, в котором мы с вами живем. Дальше уже вопрос идет сплетен, конкретных вот недат. Никаких конкретных сообщений нет на эту тему перемен и оттепеля по поводу пандемии. Но разговоры в обществе такие идут, что даже с 15 января будут начинать открывать рестораны. После зимних каникул дети вернутся на очку в школу. Хотя это, честно скажу, в это не верится, потому что это вот-вот завтра уже произойдет. И конкретных заявлений от правительства нет, но нельзя выпускать это из внимания, потому что здесь очень часто, как вы знаете, по прошлому году, по опыту, можете видеть по реальным ситуациям. Там вечером выступил президент, на утро уже все вступило это в силу, и все это, или через пару часов это начало работать, да? Как комендантский час, помните, когда магазины закроют? Там в 5 часов вечера выступили, в 10 вечера они уже закрываются, да? Какой ажиотаж, люди там толпились, покупали продукты, вся прочая история. То есть здесь не надо забывать, что вот эта бюрократия здесь не работает. Здесь очень все быстро, четко принимаются решения и объявляются порой не в самый последний момент. Ну, будем ждать. Почему вот эти даты, 15 января, вот это началось разговор про школу, про каникулы, про очку? Потому что с 15 января начинается массовая вакцинация госслужащих, врачей, учителей и военных. Ну, военных уже давно с декабря. Вакцину ставят в два прихода, и получается, что с 15 января первый такой уж квал вакцинирования и повторные вот вакцины для тех же самых людей, завершающий этап вакцинирования будет 15 февраля. И вот где-то типа примерно к 15 февраля какие-то запреты однозначно... То есть мы к 15 февраля будем по-другому уже жить, объединяется этот режим. И типа с 15 января до 15 февраля будет постепенное смягчение правил какого-то поведения. Ну, я думаю, маски, конечно, останутся в дистанции и все прочее. Это вообще логично. Может быть, откроют по выходным. У нас, может, на выходных всегда сидим дома. Вот этого бы очень хотелось, потому что просто надоело уже. Входы не знаешь, чем заняться. Все, игры переиграны, дела переделаны. Сидишь, смотришь друг на друга, сходишь с ума. Ну, по крайней мере, у нас. Далее. Так как глагу у нас с вами не было выпуска пару недель, тройку, 30 декабря вступил закон действия. Но и в русских СМИ это тоже обсуждалось. Я решила просто вам напомнить, может, кто-то не знал. С 30 декабря в ЕС Турцию для туристов. Также по тесту в вашей стране по поводу ковида. По ПЦР, да, вроде он в России называется. По вот этому тесту. Фуест. Что по поводу тестирования здесь в Турции. Можно пойти в частную клинику, в государственную. Цены я сейчас не знаю, сказать не могу. Не могу. Меня уже спрашивали, есть ли медицинский туризм, связанный с ковидом. Типа приехать, привиться Pfizer. Многие хотят. Такой запрос есть. Я пока ничего не знаю. Особо этой информации у нас не идет. Но вроде бы как в Турции, вроде как и Pfizer, и китайская будет вакцина. Не знаю. Это, естественно, цены может быть зависит. В общем, люди, конечно, склонны больше к Pfizer доверять здесь. Это прям везде чувствуется. Многие говорят, если я буду прививаться, буду Pfizer. Но как во всем мире проблема, да, какая сейчас у правительства. То, что люди не выстроились. С декабря месяца, когда началась вакцинация добровольная, да. Люди не выстроились в очереди. Не бегут за вакцинацией. Также здесь и в Турции. Если, конечно, а это, скорее всего, будет сокращение нашего режима, наших прав, типа, выехать за границу только если у тебя есть прививка, там, какие-то дела делать только если у тебя есть прививка. Да, ограничение каких-то свобод вынуждено будет заставлять людей вакцинироваться. То тогда, конечно, многим придется это сделать с силой вот этих. Но сами люди здесь, сразу вам скажу, не бегут так же, как и в России, и в Европе, кстати, в Германии это большая проблема. Люди отказываются вакцинироваться. Так что ситуация здесь в этом плане в Турции точно такая же, как и во всем мире. Ничем мы не отличаемся. И турки оголдело там, не верят в супервакцину и так далее. Но, слава богу, статистика в Турции немножко стала опускаться, падать. Поэтому и начались разговоры о ослаблении режима, в котором мы живем. Хотя бы по выходным не закрывать или открыть ресторан. Потому что ресторанный бизнес это вообще до свидания в этом году. Многие даже крупные сети, крупные наши знакомые, у кого были рестораны, многие погорели. Держатся на полову, либо у кого очень много денег на это, на возмещение какое-то. Практически все официанты, сотрудники поувольнялись, поразъехались. Потому что ничего ловить, это вот подкачанная такая маятник ситуация никакая. И держатся на полову тот бизнес, у кого не в аренде, а свои помещения, естественно. Это единицы богатого ресторанного такого бизнеса, у кого есть деньги либо на аренду, либо в собственности площади. Поэтому в Турции все, что связано с ресторанами, сейчас будет вообще, точнее сейчас плохо все. Это будет развиваться, когда пандемия, скажем так, будет ослабевать. Будут открываться новые какие-то заведения, концепты. У нас в принципе жизнь другая станет. Бизнес в Турции, рестораны, в нем можно будет твориться через годик, скорее всего. То есть это будет интересное вложение средств, потому что многие конкуренты просто уничтожены. По поводу того, как мы отметили год, что здесь такого интересного произошло. Ну, люди сидели дома 4 дня до 4 числа. Потом обычно наш режим здесь Новый год не очень долго отмечают, потому что это не их религиозный праздник символический и так далее. Ну, Новый год здесь в принципе тоже любят. Это повод, короче, отдохнуть. Что скажу? Да, было очень спокойно, очень мало салютов вообще, праздничного настроения, вот в районе, где я живу, особо, честно скажу, не было. И реально в 12 ночи время, когда все выходят пускать салюты, здесь очень любят салюты, ну, это клево. В Турции на Новый год, может, не такая атмосфера праздничная, волшебная, как в России, да, антураж не такой, но салюты в 12 ночи, блин, как же второй выходят пулять. И реально, у меня даже под домом 5 машин полиции стояло, они везде патрулили, чтобы никто не вышел, потому что люди под градусом выпивали, и, естественно, многие могли там пренебрегать всякими правилами. Мало кто, вообще практически никто не вышел, пуляли кто-то с балконов, со дворов своих, но на территорию за дворы, за ситы. Мало кто вообще, вообще практически никого не было. Ощущение какой-то тюрьмы у меня лично было, когда я это видела, как бы, я не собиралась идти взрывать салюты, но ощущение, что под твоим домом конвы полиции стоит, на тот случай, если ты все-таки соберешься пойти, знаете, не очень приятное ощущение доставляет, какое-то ощущение напряженности. Вот лично у меня за этот прошедший год, к сожалению, я об этом в самых первых видео про пандемию новости говорила, у меня, к сожалению, появилось чувство отторжения и страха полицейских, когда раньше у меня это чувство было только в России. Потому что ты к полицейскому, и у моего ребенка вообще 100% это выработалось, к сожалению, полицию надо бояться, от полиции убегать, вдруг тебя оштрафуют, тебе сделают замечание. Когда раньше у меня было чувство, и я этому ребенку учила, что полицейский это тот человек, который тебе поможет, к которому ты можешь обратиться с проблемой, который должен тебя защитить, сейчас, к сожалению, вот эти настроения не такие. Так что ждем сейчас на попе ровно сидим, снижение нашего локдауна, облегчение какое-то, я надеюсь, что вот-вот на днях это начнется, очень сильно соскучилось по какой-то социальной жизни, да, пусть в масках, пусть на дистанции, но все-таки в турецких завтраках, в ресторанах не хватает, вот так могу сказать, мое личное настроение. Из таких новостей, которые, что у нас случилось, это перед Новым годом, насколько я помню, в 30-х числах 20 декабря, к сожалению, печальная новость, и мне просто много вопросов задавали в комментариях, что об этом в Турции говорят, о чем, собственно, говорят об убийстве украинки, которое произошло в Бодруме на арендованной вилле, и тут очень двоякая ситуация, я вам скажу, что я никакую сторону не могу, да, за, как сказать, занимать. Я вам просто расскажу с точки зрения, что я видела новости турецкие СМИ, и что люди говорят здесь, я имею в виду люди наши русскоязычные, диаспора и так далее, кто к этому, как бы, по своей крови нации, имеет, короче, к этому отношение. Честно скажу, в Турции, это новость, да, сама, было найдено тело вроде бы 25-летней девушки из Украины на арендованной вилле в Бодруме, скажут, это не дешевое удовольствие, то есть не поняла, сама она это арендовала, или она к кому-то приехала. Турецкие СМИ позиционируют, да, как они рассказывают, что она сама арендовала виллу, что она при деньгах, что она вроде бы как в Киеве какая-то модель была, не знаю, что типа у нее есть на это средства, она просто как туристка, она турист, отдыхала, нашли ее тело задушенное, с пакетом на голове и за спиной, с пристегнутыми руками в наручники. Выглядит как убийство. Как здесь представляют это СМИ? Я честно скажу, мне не кажется, что здесь турки, скажем так, заинтересованы сгладить ситуацию, оболгать как-то, выставить в лучшем свете. У них нет такого интереса, потому что, простите, но убийств иностранцев, в Турции очень много иностранцев, в курортных зонах, Бодрум, Анталия, Стамбул. Убийств, грабежей, это очень много этого криминала происходит. И приукрашивать какие-то отдельные события, она не супер какая-то знаменитая, чтобы это был резонанс, за это было стыдно, хотели приукрасить. Таких дел, к сожалению, очень много. Ну, к сожалению. И, честно, я не вижу особого интереса, заинтересованности турецкой стороны как-то по другому свете преподносить это. Как они это трактуют? Что якобы были изучены камеры, что к ней домой и по камерам на виллу никто, кроме не заходил. Последним визитером был курьер с доставкой карго, который в коробку ей передал. Больше из квартиры, из дома, из виллы этой. Никто не приходил, не уходил. Затем в этой коробке, типа, она заказала эти наручники, типа, она так развлекалась. У нее были в гугле, в поиске, в ее там лэптопе нашли по этой поводу удушения и так далее. Смахивают, типа, на такую развлекаловку сексуального характера, да, и что как бы никто, ну, может быть, как бы следствие, типа, идет. И кто как бы убил, сначала была новость о том, что ее нашли, убили, ну, убили, как бы, наручники, пакет на башке, да, все понятно. С другой стороны, потом начались в СМИ разговоры о том, что сюжеты, что проверили вот камеры, гугл ее поиска, там все следы, идет следствие, расследование, и приходит к выводу, что на виллу никто не заходил. Но это не окончательно какое-то решение, идет это следствие. Это просто информацию, которую нам иногда вот в сюжетах, в новостях выдают. Отношение тура к этому, ну, охали-ахали, вертели головой, цокали, плохо, девушку убили, но с другой стороны, у людей вопрос, что она там делала, как она приехала. Очень странная, мутная история, то есть напоминает, либо она приехала к какому-то парню, возможно, да, к мужчине, либо она развлекалась, приехала, к кем-то здесь уже познакомилась, нецеленаправленно к кому-то ехала. Такая история какая-то темно-мутная, в плане образа девушки, как здесь люди начали, да, так смотреть. Особо это никакого фурора, ничего не произвело, потому что здесь такого много, к сожалению, и среди турчанок всякое такое происходит, когда мужик убивает домашнее насилие, все это мы с вами обсуждали уже. Больше это резонанс внесло, конечно, в нашей диаспоре, это в интернете обсуждается, девчонки в группах переписываются, оха-от-аха, вот мне комментарии под видео писали, рассказать поподробнее по этой истории, ну, потому что нас здесь меньше, естественно, мы же здесь не турки, более-менее все друг друга знают, да, это резонансное для нас дело, для нашей диаспоры, да, это важно, для местных, ну, как-то не особо впечатление произвело, потому что это одна из, как много с кем это происходит. Люди, которые, скажем так, ну, не там прям на стороне девушки, эту ситуацию, я тоже логически, как психолог даже, да, какие-то поведенческие моменты, так как слева, якобы следователь, да, я логически думаю, когда, как бы, в какой момент она надевала себе на голову, чтобы сама себя обидал пакет, и в наручниках уже, или она надела пакет, начала задыхаться, и наручники за себя застегивала, но это нелогично, как бы, да, и это странная логика для психи человека, чтобы это неординарный, скажем так, способ самоубийства, целенаправленно. Убийство по неосторожности, причинить себе вред, одной там остается задохнуться, вот, нелогично получается, наручники, этот пакет, не взаимосвязано это, для того, чтобы это было случайностью. Мне кажется, моя личная точка зрения, никто на виллу не входил, но эта вилла, это не квартира, и на вилле есть, ну, как правило, задний выход, задний двор, не одна дверь, а две ее, и вилла, это не многоэтажный, 15-этажный, допустим, дом, когда у тебя на 10-м этаже квартира на 15-м, да, из окна ты выпрыгнуть не можешь. И человек мог об этом знать, который это сделал, и мое предположение, да, если был убийца, и просто скрыться не через дверь. Это, мне кажется, вообще непросто сделать, точнее, это не трудно сделать, это очень просто. Так что, это очень темная история, мы, я уверена, что через какой-то промежуток времени, несколько месяцев, конечно же, ближе к туристическому сезону, мы об этом услышим, узнаем, и эта история еще всплывет. Окончание этого, скорее всего, расследования, что-то такое у нас здесь по-любому будет, потому что история неординарная, очень запутанная и странная. Так что, пишите, может, вы какие-то новости по этой истории больше знаете, кто здесь живет, я честно скажу, прям такими за новостями криминал расследования, не слежу здесь, потому что негатива тяжелой жизни и так хватает, я вот в такую, прям в чернуху стараюсь не лезть, не брать это на себя, все равно начинаешь об этом думать, переживать. Так что, если у кого-то есть больше информации, обязательно пишите в комментариях, либо вы в курсе каких-то там историй с этим связанным, расследований и так далее. Пожалуйста, предлагайте, будет очень интересно от вас это почитать и узнать. Так что, вот такие новости сегодня у нас в Турции. Если есть вопросы, задавайте, я подведу всегда в инфобоксе, разворачивайте его, оставляю почту для ваших писем, анонимных историй для видео или записи на психологические консультации. Если вы этому видео поставите лайк, я буду очень признательна и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока!